Всем привет, друзья! Сегодня взглянем на последние события в мире футбола, среди которых трофей Негранду, испанский Бёрнли, маразм Интера и миллионы миллионов за детей. Итак, определились финалисты Кубка Италии в этом сезоне, и в решающем матче сыграют между собой Лаццо, который героически обыграл Милан по сумме двух матчей 0-1, и Аталанта, которая обыграла Ферентину по сумме двух матчей 5-4. Итого, в финале сыграют две лучшие играющие команды, которые борются за четвертое место в серии А в этом сезоне. И кто-то из них выиграет трофей в стране, где есть такая команда, как Ювентус. В принципе, у Аталанты больше моральных прав на кубок, потому что именно они выносили Ювентус в этом розыгрыше Кубка Италии. Но в то же время, в то же время, Лаццо держит уровень уже несколько лет подряд. Пусть в этом сезоне он немножечко и просел, но они тоже за стабильность свою заслуживают выиграть трофей. В общем, финал Кубка Италии в этом сезоне – это матч двух команд, которые одинаково заслуживают на трофей, и при этом здесь нет фаворита, и кто выиграет, непонятно, что может быть лучше. Поэтому Италия в этом сезоне в кубковых соревнованиях уделала абсолютно всю топовую Европу. Что касается еще Италии, появились новости о том, что Ювентус все-таки уволит Массимирано Аллегри после этого сезона, хотя неделю назад новости были совсем другие. Я бы не обратил внимания на данные вбросы или не вбросы, пока непонятно, но тут внезапно вылилась в интернет фраза Криштиану Роналду о том, что он был бы не против, чтобы команду возглавил никто иной, как Пеп Гвардиола. И вот я не понимаю, что может заставить Гвардиолу бросить Манчестер Сити, где у него все получается, и перейти в Ювентус. Ювентус, который надо будет немножечко перестраивать. Но это был бы очень эпичный симбиоз тренера, который уже очень давно не может выиграть Лигу Чемпионов, при том, что у него для этого все есть, и команды, у которой ровно такая же ситуация. И многие бы мечтали все-таки увидеть в своей футбольной жизни болельщицкой работу вместе Пепа Гвардиолы и Криштиану Роналду. Тем более, что, говорят, еще в Ювентус будут покупаться футболисты из мадридского Реала. А теперь перейдем к Испании, где мадридский Реал сыграл в ничью 0-0 с Хетафи. И Хетафи продолжает оставаться на четвертом-пятом месте. Они сейчас делят его с Севильей. И в этом матче, по сути, было несколько эпизодов у Карима Бензема, но при этом Карим Бензема не забил. Ну, не в каждом же матче ему забивать. Хотя, говорят, до этого он установил там какой-то бомбардирский рекорд в мадридском Реале, когда этот рекорд уже нафиг никому был не нужен. От него ни холодно, ни жарко никому, кроме Карима Бензема. Хетафи – это команда, напоминаю, которая пропустила почти меньше всех в лиге. Меньше них пропустил только Атлетика Мадрид. Барса пропустила больше, чем Хетафи, поэтому понятен их стиль игры. И если мы посмотрим на таблицу чемпионата Испании, мы увидим одну закономерность, которая заключается в том, что Хетафи в этом сезоне – это команда, которая, естественно, оборонительная и которая недопропустила сколько там где-то мячей? Девять, по-моему, по статистике. И перебрала семь очков. Ну, такая вот математика, которая, конечно же, не переносится напрямую на поле. Но о чем нам это говорит? Это нам говорит о том, что Хетафи реально неплохо так везет в этом сезоне. И это длиться не может вечно. Ни у одной команды вот такая статистика не держалась даже два сезона подряд. И тут мы вспоминаем Бернли, который не так давно в чемпионате Англии занимал место, которое позволяло ему сыграть в Лиге Европы. И в Лиге Европы Бернли не смог пройти такую скромную команду по европейским меркам, как Олимпиакос. Поэтому, если Хетафи пройдет в Лигу чемпионов каким-то чудом и выиграет конкуренцию у Севильи и у Валенсии, то ей, этой команде, там ничего не светит абсолютно. Потому что там вот эта вот вся статистика, вот это их все перебрали, не добрали, не дозабили, не допропустили и так далее. Это все сразу просто выльется наружу, и это не даст никаких шансов для данной команды. Пока они держатся, да, у них с Севильей поровну очков. Но там в конце чемпионата за 4 тура до конца очень любопытный календарь. У Севильи есть еще матч против Барселоны, у Хетафи есть матч против Атлетика. И эти матчи будут играться в один и тот же день, в одно и то же время, по-моему, 12 мая. 12 мая, вполне возможно, мы узнаем все-таки, какая будет четвертая команда от Испании в Лиге чемпионов. Севилья или Хетафи. Там еще борется, конечно же, Валенсия, они отстают на 3 очка, и у них нет матчей против топ-команд до конца сезона уже. То есть, в теории, они могут, конечно же, вклиниться, но у них есть еще два арсенала в Лиге Европы. Поэтому посмотрим, чем все закончится. Пока Севилья фаворит, но Хетафи может пройти. И при том, при всем, что я сам за то, чтобы всегда команды, которые не играли в Еврокубках, пытались подниматься повыше и все-таки сыграли там. Я против того, чтобы Хетафи выходил в Лигу чемпиона вот с такой игрой, которая у них есть. Это не даст никаких шансов для этой команды в главном Еврокубке Европы. Друзья, поскольку матч Хетафи и Реала закончился без голов, победителя этот поединок нам дать просто не мог. И наш банк продолжает увеличиваться и приближается к своим историческим максимумам. И наш следующий поединок – это дерби всей Италии между Интером и Ювентусом. Каким будет счет и кто забьет голы? Пишите свои прогнозы в ответах на специальный для этого комментарий, который, как всегда, закроется за несколько минут до начала матча. А если вы уверены в одном из исходов этого поединка и хотите сделать на него ставку, надежнее всего это делать на сайте MarathonBet. Продолжим трансферными новостями, которых становится все больше, больше и больше к концу сезона. Например, Интер внезапно захотел вернуть Виталию Алексиса Санчеса. У меня, правда, большое сомнение, что сам Алексис Санчес хочет вернуться в футбол, ведь Интер не будет платить по полмиллиона фунтов стерлингов в неделю, как это делает Манчестер Юнайтед. И вряд ли это Алексиса Санчеса устраивает. В то же время Иван Перишич, левый вингер Интера, проводит очень средний сезон на самом деле, но активизировался под конец. Он там сейчас забивает чуть ли не в каждом матче или через матч, потому что, видимо, он хочет все-таки уйти из этой команды, попытаться где-то заиграть еще. И он устал от этой войны постоянной с Икарди. Там идет выяснение отношений внутри команды, между группами. Эту историю все уже прекрасно знают, поэтому вполне возможно, Перишич хочет уйти. В то же время Икарди тоже, возможно, будет продан, и как бы Интер может попасть в такую ситуацию этим летом, что они теряют Перишича и Икарди, а взамен получают Алексиса Санчеса. Это будет просто ржака тотальная. На самом деле, обмен Перишич на Алексиса – это вполне возможный вариант развития событий между Интером и Манчестер Юнайтед, но мое личное ощущение, что ни один из этих клубов от этого обмена не выиграет. Что касается Икарди, то, конечно же, его хотят купить многие этим летом и говорят о том, что Челси вернет Гонсало Игуаина после этого сезона обратно в Ювентус. Там, конечно же, большую роль, важную роль в этом вопросе сыграет либо запрет, либо не запрет трансферов для Челси, пока они подали апелляцию. И пока эту апелляцию рассматривают, то, в принципе, Челси может делать все, что хочет, потому что нет решения, которое запрещает им проводить трансферы. Поэтому, если трансферы можно будет делать, то Игуаин все обратно в Ювентус, и Челси попытается купить Икарди. А в то же время у Интера и Ювентуса есть на это еще свои планы, потому что Ювентус тоже хочет взять Икарди и попробует предложить Интеру обмен там плюс доплата Игуаин на Икарди. У меня только один вопрос. Как в этой ситуации должен чувствовать себя Гонсало Игуаин, который с такими понтами уходил из Наполя в Ювентус с надеждой на светлое будущее большой футбольной звезды? Сейчас им просто швыряются, как ненужным никому футболистам. Хочешь в Милан, хочешь в Лондон. Сейчас мы тебя обратно в Милан отправим, но уже в другую команду. Это же просто адский трэш. Ну и, конечно же, куда без темы больших денег накануне грядущего летнего трансферного окна. Казалось бы, рекорд Неймара будет побит еще не скоро. На самом деле, я не думаю, что он будет побит именно этим летом, хотя посмотрим, будут ли покупать Келяна Мбаппе, потому что пока, как мне кажется, это единственный футболист, который может побить действительно трансферный рекорд Неймара. Но, такие, знаете, первые ласточки уже как бы улетели. Начнем с того, что если Неймара Парис Инжермен покупал хотя бы как капитана сборной Бразилии, как победителя Лиги Чемпионов, как реально одного из претендентов на звание лучшего в мире, тогда так было. И, возможно, такое еще когда-то будет, если Неймар соберется и перестанет ломаться хотя бы на полсезона. То вот, например, Джейдана Санчо из Баруси оценивает сейчас его команда в 180 миллионов евро. А это 19-летний пацан, который не выиграл ни Лиги Чемпионов, не является ни капитаном сборной, а уже стоит под 200 миллионов. Вот она тенденция современного футбола. Тем более, что Санчо реально собирается продавать за такие деньги. Это не история о том, что мы ставим на него такой ценник, за который его никто, конечно же, никогда не купит. Нет, они реально выставили такие условия вроде бы как мадридскому Реалу. Но это такой запасной вариант, если Азар внезапно не придет или Бапе не придет. То есть вот там где-то еще есть и Санчо, но будут торговаться очень долго, потому что платить за Санчо 180 миллионов, это, конечно же, идиотизм. Потому что талант-то там сумасшедший, но за что платить такие деньжищи? За перспективу? Перспектива столько не стоит, как мне кажется. Тем более, что в ближайшие 5-10 лет, если хотите, Академия Манчестер Сити выпустит еще таких Джейданов Санчо десятки. Потому что вот это и есть тип футболиста будущего. Их таких будет много. Еще никто не знал пару лет назад Амбапе, Ассанчо и еще о подобных футболистах. Сейчас они плодятся с каждым сезоном, их все больше и больше становится. Вот есть Фэлиш, например, тот же самый Фэлиш из Бенфики. Здесь история немного другая, потому что за него хотят реально, на него хотят повысить цену до 200 миллионов евро, но не для того, чтобы продать его за такие деньги, а как раз таки для того, чтобы его пока никто не купил, чтобы даже не думал. А если думаете, пожалуйста, 200 миллионов, но кто заплатит 200 миллионов за перспективу? Сейчас Ювентус готов платить 80 миллионов за Фэлиша и забирать. Но президент не хочет его продавать, поэтому поднимает цену, пока подождите. Потому что его можно продать гораздо дороже, его реально можно продать за 100 плюс миллионов, если этот человек заиграет в Лиге Чемпионов и покажет, что он способен там решать вопросы. Тогда, конечно же, кто угодно заплатит за него сотку. Сотка сейчас это просто копейки в современном трансферном рынке. Это вообще не проблема. Вы посмотрите, дальше средняя цена таких вот футболистов, которые будут способны решать вопросы, всегда будет переваливаться за сотку. 110-130 миллионов – это будущее современного футбола, это уже совсем скоро наступит, потому что, ну, такой он футбольный рынок. Так вот, что касается Фэлиша. Как мне кажется, со времен КК никто не был больше похож на него, чем этот парень. Никто. Не вот Пакета, которого купили в Милан. Нет, это немножечко другие футболисты. А вот это именно тот, потому что у него нет ярко выраженной сильной стороны. У него все развито сейчас на уровне выше среднего, и все это можно продолжать развивать. То есть человек способен выйти из любой ситуации. Разрулить ситуацию в центре поля, забить гол, издали, внутри штрафной, замкнуть. Да он все делает. У него все развито. А вот что касается таких, как Джейдан Санчо и вот подобные футболисты, при всем уважении к ним, как мне кажется, как я уже говорил это раньше, это действительно тип футболиста будущего. А что-то такое, это когда у человека есть одно ярко выраженное лучшее качество. Будь то скорость, будь то рост, будь то, не знаю, масса, он там корпусом играет или у него удар сумасшедший. Но вот что-то одно, за что будущие зрители футбола будут любить этих футболистов. То есть у них есть определенная суперсила. И вот футбол, который постепенно превращается в шоу-бизнес и так далее, он подарит этим суперсильным футболистам персональных фанатов, которые будут видеть в них то, что хотят видеть. Кто-то хотел быть, например, в детстве, или просто если он даже ребенок, сейчас смотрит футбол, он очень хочет быть быстрым, он будет смотреть за Санчо. Кто-то хотел быть каким-то там высоким, мощным, он будет смотреть на таких вот футболистов. Вот такая будет сегментация дальнейших футбольных болельщиков, как мне кажется, это сейчас уже начинает происходить. А вот Фэлиш, это тот человек, который просто соединяет в себе множество качеств, это просто талантливейший молодой футболист. Именно поэтому на него сейчас ставят ценник 200 миллионов, чтобы потом в теории, возможно, продать его где-то за 150. Но не сейчас за 80 этот парень реально может гораздо больше. А вот за 30-ти плюс летних нападающих уже невозможно выторговать много денег. Но зато можно провести эпичный обмен. ПСЖ продолжает искать людей, которые помогут команде побороться за Лигу Чемпионов. И уже предлагает Атлетика обмен Кавани на Диего Косту. Атлетика явно будет не против, а я уже представляю, как Неймар будет пытаться отобрать мяч у Диего Косты, чтобы пробить пенальти. Друзья, большое спасибо вам за внимание, за лайки и комментарии под этим видео. И как всегда, увидимся уже совсем скоро в новом обзоре. Играйте в футбол! Субтитры сделал DimaTorzok